И всем привет, друзья! Ипстанам ютуба у микрофона Максимус и сегодня мы продолжаем с вами говорить про теории и факты Bendy and the Ink Machine. Поехали! И сегодня, ребятки, мы поговорим с вами про секретную запись, которую мы можем найти между лестницами на уровне K, а именно то место, которое было затоплено чернилами и куда мы не смогли попасть. Все же туда можно попасть. Как именно? Выполняя все задания Алисы, она отправит нас на 14 уровень, чтобы собрать чернильные сердца. И когда мы будем спускаться по лестнице, лучше нам повернуть в другую сторону. Мы увидим доски, ломаем их, проходим примерно до труб, после находим вентиль, поворачиваем его, ну и выполняем задание. И после мы возвращаемся к Алисе, но не сразу идем к ней, а сначала идем на лестницу между уровнем K. Там же мы увидим, что место, которое было затоплено чернилами, больше не затоплено. Подходим и мы видим как раз таки эту запись. Активируя ее, мы можем понять, что это запись от самого Генри, получая ачивку, при этом давно забытая и я. В записи говорится, что Генри всего две недели в Джоуи Дрю Студио, но ему уже здесь интересно. И как он говорит, Джоуи это человек, который имеет очень много идей, и только их. И когда он согласился работать с ним, он рассчитывал на совместную работу, типа он дает, тот берет. Также он упоминает Линду, что он не видел ее несколько дней. Существует интересный факт о том, что вероятнее всего Линда является женой Генри. А также Генри упоминает, что создал нового персонажа, и думая, что люди полюбят его. А также есть интересный факт о том, что, возможно, этот персонаж присутствовал в Том Стоун Пикник. Каких персонажей там были? Бенди, Борис и Скелет. Скелет нас отсылал на очень давний мультик, связанный со Скелетом. Остается всего два персонажа. Бенди и Борис. Вы можете сразу же сказать, это наверняка Борис. Ведь он на протяжении всей игры помогает Генри. И, как мы понимаем из третьей главы, он ни разу нас не атакует и пытается всегда помочь. Но не спешите с выводами. Создатели никогда не дают нам настолько прямых подсказок. Поэтому я думаю, что, возможно, персонажем Генри является Бенди, а не Борис. Что вы думаете по этому поводу? У меня сейчас мнение расходится. И я все же попробую предположить, какой из этих персонажей все же является персонажем Генри. Ну что ж, ребятки, а на этом у меня все. С вами был Максимус. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступать в мою группу ВКонтакте. Также не забывайте, что я из ВКонтакте, что у меня есть группа ВКонтакте, и что у меня есть второй канал, где я озвучиваю мультфильмы. Ссылка на все в описании. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые теории по Бенди and the Ink Machine. Ну что ж, ребятки, а на этом все. Всем хорошего настроения. Всем бай-бай. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok